Тема сегодняшней моей презентации будет посвящена вопросам импортозамещения и вопросам того, как мы, как компания, являющаяся вендором, разработчиком индустрии защиты информации, и смотрят на этот вопрос. Собственно, чтобы перейти к основной теме, все-таки уточним, что мы сейчас понимаем под импортозамещением и почему эта тема сейчас настолько популярна. Ну, во-первых, основной, конечно, вопрос, основной сейчас драйвер этого тренда – это ужесточение требований по применению иностранного ПО и оборудования в Киеве. Вот, кроме… этот вопрос касается нас с вами, да, раз мы собрались здесь, в этом зале. Вторая тема – это постановление правительства 878 от 2019 года о меру стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации. О нем не так много говорят, но, в принципе, это один из основных, основополагающих документов. Вот. Ну и два реестра, на которые все ссылаются – это, соответственно, реестр российского программного обеспечения и данных, и единый реестр радиоэлектронной продукции. Если говорить про ужесточение требований, да, по использованию зарубежного оборудования и программного обеспечения в Киеве, то это уже происходит, и мы видели изменения в прошлом году. Вот цитата из, собственно, нотации к изменениям приказа номер 239 к России. И, собственно, там прямо написано, что это было сделано для стимулирования выбора оборудования российского, да, как программного обеспечения, так и именно электронной продукции. Если говорить про текущую ситуацию, то требования ужесточаются. Сейчас идет обсуждение двух больших проектов. Это постановление правительства о подтверждении требований к программному обеспечению телекоммуникационному оборудованию и радиоэлектронной продукции, использующей на объектах Киеве, и, собственно, соответствующий указ Президента Российской Федерации. И в проектах сейчас явно сказано о том, что под российским программным обеспечением, понимается то, по которому внесено в реестр российского программного обеспечения, а под российским оборудованием понимается то, что внесено в соответствующий реестр радиоэлектронной продукции российского происхождения. Ну, если с реестром российского программного обеспечения все более-менее разобрались, и очень многие вендоры средств защиты информации в него уже давно включены, то вот с единым реестром радиоэлектронной продукции не все так здорово, потому что, собственно, это требования достаточно жесткие, и это сделать не так просто. На данный момент законодательство говорит о том, что подтверждение статуса нужно проводить каждый год. Требования к заявке включают в себя предоставление конструкторской, программно-технологической документации, протоколы акта приемочных испытаний, прием издаточных испытаний, сведения о том, на какой базе производится оборудование, список этого оборудования, список измерительного оборудования, ну и, собственно, отчетные документы по закупке комплектующих, в которых соответствующие образцы собирались. По сути, объем заявки очень и очень существенный, и попасть в такой реестр достаточно сложно. Именно поэтому сейчас идет большое обсуждение о том, насколько это целесообразно и вообще, насколько реально. Но если вернуться к компании Infotex, то компания Infotex – это российская компания, которая находится на рынке уже 30 лет, и понятно, что мы такие процессы не можем просто игнорировать, и, собственно, вопросы импортозамещения нас всегда интересовали, и мы их поддерживали. Прежде всего, путь у нас достаточно долгий, начали мы с поддержки отечественных операционных систем, затем при появлении реестра российской программы обеспечения практически все свои продукты туда включили, и по мере разработки новых продуктов также их туда включаем. Но, кроме этого, еще с 2017 года мы предприняли первые попытки создания программного обеспечения для отечественных процессоров. Речь идет про MIPS от Baikal Electronics, Baikal-T, и, собственно, про Эльбрус прежде всего, потому что там достаточно своеобразная архитектура. Ну и второе – то, что мы сделали, мы попробовали разработать оборудование, которое работает на этих отечественных процессорах. У нас появился такой первый продукт. Не могу сказать, что он пользуется популярностью на данный момент, но, возможно, все как раз изменится в какое-то ближайшее время. Имея такой опыт, мы понимали, что, в общем-то, нужно двигаться в единый реестр радиоэлектронной продукции, и в прошлом году подали первые две заявки, по которым наша линейка индустриальной безопасности попала в этот реестр. Притом целиком попала. Ну и в будущем, зная требования, мы планируем, собственно, переход на элементную базу российского происхождения. Это не такой простой процесс. Он завязан на многие технологические вопросы, на многие вопросы, связанные с логистикой, да, и даже с надежностью. Но, тем не менее, мы считаем, что такую работу надо вести. Давайте теперь я немножко расскажу о том, что мы включили в реестр, и, собственно, что мы можем предлагать нашим заказчикам, нашим партнером в качестве российского оборудования, в качестве продукта, включен, являющимся российским, да. Значит, речь идет о наших индустриальных шлюзах безопасности. В линейке у нас сейчас три исполнения. Их можно посмотреть у нас на стенде. Также мы привезли новые исполнения, с ним тоже можно ознакомиться. По сути, это по функционалу достаточно интересный бандл. Во-первых, это VPN-шлюз, криптографический шлюз по требованиям КСКЗ класса КС-3. Во-вторых, это межсетевой экран, выполненный по требованиям стек России к межсетевым экранам типа А и типа Д четвертых классов, и по требованиям ФСБ России четвертого класса защищенности. Кроме того, мы учили требования доверия по ТДБ, и этот продукт является промышленным маршрутизатором и роутером с точки зрения тех функций, которые он имеет. Ну и понятно, что мы производим оборудование в Российской Федерации, мы являемся владельцами конструкторской документации, все аппаратные платформы мы разрабатываем самостоятельно, и это именно то, что позволило нам достаточно легко попасть в реестр российской радиоэлектронной продукции. Ну давайте чуть-чуть поподробнее. Мы поговорим про то, какой функционал можно использовать в наших продуктах. Ну, во-первых, это криптографическая защита. То есть, по сути, это продукт, российский продукт, который позволяет защищать каналы передачи данных с использованием российских ГАСТовых алгоритмов. Защищенные каналы можно строить между сегментами АСУ, можно строить между подсистемами, которые работают по каналам общего пользования, в том числе и по беспроводным каналам. Можно организовывать защищенный доступ мобильных и удаленных сотрудников с помощью наших технологий, нашего продукта. Также есть такие сценарии, как защищенный мониторинг, сервисное обслуживание. Ну и, собственно, как я уже сказала, мы имеем сертификатные связи класса КСИ по требованиям ФСБ России. С точки зрения сценариев, как это может выглядеть, вот есть у меня пару слайдов. Защита каналов с использованием интернета достиг общего пользования, собственно, на границе, кроме защищенного канала, здесь мы еще также на границе выполняем роль межсистемового экрана с точки зрения предотвращения НСД к той информации, которая находится в периметре этих подсистем. Ну и вот сценарий по удаленному доступу. По сути, наша технология позволяет одновременно подключаться к шлюзу безопасности с нескольких точек. Это не технология IP-сет. Мы имеем свою собственную технологию над VPN, которая позволяет как раз множественный доступ и множественное соединение с несколькими шлюзами, что, на самом деле, очень удобно при сценариях по защищенному удаленному доступу. Если вернуться к вопросу по межсистемовому экранированию, то прежде всего речь, конечно, идет про фильтрацию сетевых соединений поддержки политик безопасности, а также про сегментацию, естественно, внутри сети, организацию ДМЗ, ну и закрытие адресов и информации о структуре сети. А также у нас есть глубокая фильтрация промышленных протоколов. Ну вот тоже пару слайдов по сегментированию сетей. Ну и можно перейти к следующему функционалу, это промышленный маршрутизатор и роутер. Дело в том, что, ну, мы сетевое устройство, естественно, у нас есть сетевые функции, такие как DNS, DHCP, NTP, поддерживаем виланы, косы, эзерченнелы и так далее. Кроме того, у нас есть в составе возможность включения модулей беспроводных. Это GSM-модуль, может быть 3G или LTE на выбор заказчика, и Wi-Fi-модуль. Функционал, с точки зрения Wi-Fi-модуль, это как точка доступа может использоваться, так же, как может использоваться в режиме клиента. Внутри продукта также находится шлюз, Modbus TCP, Modbus RTU. Речь идет о том, что мы производим преобразование интерфейсов из последовательного RS-332-485 в Ethernet, ну и наоборот, соответственно. И все это, естественно, вспоминая о том, что мы и VPN шлюз, и межсетевой экран можно все эти доступы и передачу информации организовать в защищенном виде. Значит, с точки зрения, почему мы промышленные маршрутизаторы и роутер. Тут хочется сказать, что мы имеем сертификат по требованиям Минкомсвязи России к оборудованию коммутации и маршрутизации, а также у нас есть декларация на оборудование проводных и беспроводных стандартов GSM. Я, кстати, не упомянула про сертификацию под стек. Сейчас мы, как межсетевого экрана, да, и требуем доверия. Сейчас мы заканчиваем эту процедуру в течение, до конца месяца она должна закончиться. Анонсы будут у нас на сайте по этой информации, мы представим на сайте, так что следите там за обновлением. Ну и если говорить про вопросы, которые тоже часто нас спрашивают, а что у вас с надежностью и с резервированием, здесь мы тоже уделяем большое внимание этому вопросу. Мы можем работать в режиме кластера, при том в работе в режиме кластера при резервировании одного устройства и другим устройствах можно использовать разных GSM операторов, например, если функционал завязан на беспроводных сетях, и иметь разные настройки сетевых интерфейсов для беспроводных интерфейсов. Кроме резервирования самого устройства, есть возможность резервирования каналов на одном устройстве и есть исполнение за двумя портами питания. Мы делаем максимум, чтобы наше оборудование можно было использовать в промышленных системах, и это было удобно. Ну и, как я уже говорила, мы включены в реестр российского электронного радиооборудования. Это произошло в прошлом году. Для этого мы включили наше программное обеспечение в реестр единого программного обеспечения. И сейчас мы являемся по-настоящему российским продуктом. Для кого-то криптошлюзом, для кого-то межсетевым экраном, для кого-то промышленным маршрутизатором с требованиями доверия, ну или всем вместе сразу. Это помогает нашим заказчикам и партнерам решать вопросы защиты информации, вопросы заделано будущего, когда будет обязательно использование российского оборудования соответствующего. Ну и мы считаем, что этот подход правильный, потому что попадание в реестр российского программного обеспечения – это не всегда достаточно. Понятно, что многие вендоры так делают и говорят, что у нас программное обеспечение, но железо вы можете выбрать сами, но по факту вопросы с российским железом все равно остаются. Мы как бы это понимаем, поэтому мы идем по пути создания программно-аппаратных комплексов на территории Российской Федерации.